МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы переживаем с вами события Великого Вторника. В этот день Господь проклял бесплодную смоковницу. Тем самым Он показал, что каждый человек в своей жизни должен принести духовный плод. Первые ночи недели Господь Иисус Христос по преданию проводил в доме Лазаря, которого Он воскресил. И в этом тоже есть особый смысл. Христос будет пребывать со всяким человеком, которого воскресит в последний день мира. А утром Он снова пошел в Иерусалимский храм. Оставалось совсем мало времени, а нужно было передать еще многие важные наставления и притчи и ученикам, и всем, кто из рода в род будет внимать сердцем благой вести. И вновь обступали Христа книжники, фарисеи, саддукеи. Им не нужны были наставления, как спасти душу. Они подбивали учителя на крамольные речи против властей, против устоявшихся обычаев, но им не удалось устроить шумные и долгие дискуссии. Они вновь лишь заслужили обличение, ставшее для них приговором. «Горе вам, книжники и фарисеи!» Возможно, стараясь прекратить разгоравшиеся споры и провокации, Христос решил пораньше покинуть храм, а ученики невольно попытались удержать его в святом месте, говоря о его красоте и величии. И тогда Господь изрек свое сокрушительное пророчество. «Скоро не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». И эти слова относились не только к храму и обреченному городу, но и ко всему миру. И тогда же Христос рассказал о последних страшных днях мира перед судным днем. И в наши дни, глядя на суету человечества, невольно живя этой суетою, стоит хоть изредка образумить себя вещами-словами Господа. Как перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. И строго предупредил тогда Христос своих последователей, претерпевшие до конца спасется. Будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. А как быть готовым? И вот завещанием второго дня Страстной недели стали притчи Христовой, которые из года в год звучат в этот день с церковного амвона. Притча о десяти девах повествует об одном из важнейших обычаев еврейского народа. Речи Господь притча сиюм, уподобися Царствия Небесной десятим девам, я же прияша светильники своя, и изыдоша в сретение жениху, пять же бьет них мудры, и пять юродивы. Юродивые же, приемши светильники своя, не взяши с собой илия, мудрые же, прияши илии в сосудях со светильники своими, коснящи же жениху воздремашися вся и спаху, полунощи же вопль бысть, все жених грядет, исходите в сретение его, тогда восставши вся девы ты, и украсиши светильники своя, юродивые же, мудрым реша, дадите нам от елея вашего, як у светильники наши угасают, от вещаши же, мудрые глаголющие, еда как они достанет вам и нам, идите же пачек продающим и купите себе, идущим же им купите, прииди жених, и готовые в недоше с ним на браке, и затворены быше двери, последи же приидуша и прочие девы глаголюще, Господи, Господи, отверзи нам, он же, отвечав рече им, аминь, глаголю вам, не вем вас, бдите убо, як у невесте дне, не часа, вонь же сын человеческий приидет. Каждая деталь притчи взята из реальной жизни еврейского народа. Когда люди спрашивали жениха о дне свадьбы, он обязан был ответить, я не знаю, только мой отец знает. Невеста же не знала, в какой день с ужиной придет за ней, и должна была быть всегда на готове. По обычаю, жених приходил в полночь, как бы с намерением украсть ее, и невеста должна была иметь лампу. Ее сестры и подружки ждали вместе с ней прихода жениха, и они тоже заботились о своих лампах в ожидании ночных праздников. А когда жених вводил невесту в свой дом, двери дома тотчас закрывались, и кто бы ни был опоздавшим, вход ему на свадебное торжество был уже запрещен. Столь важна эта притча о том, что Спаситель вновь и совсем неожиданно придет к человечеству, как жених к невесте. И нужно быть готовым в любой час, нужно бодрствовать духом и поддерживать сердце огонек молитвы. И тропарь дня поется на богослужении все первые дни недели с понедельника по среду. Песня. 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 А мы готовы ли мы к этой встрече со Спасителем? Успели ли сделать что-нибудь доброе для ближнего своего хотя бы в его трудную минуту? Успеем ли? Успеем ли отдать Христу свою душу, поделившись любовью с ближними? Или же по жадности и недоверию к Богу оставим душу спящей, как пять неразумных дев? И plata. И правда. И правда. Мы снова слышим песнопение «Се жених глядет в полуноще». Слышим слова «В люди убы, душе моя, не сном отяготись, да не смерти предана будеши». Эти слова напоминают нам другие слова Спасителя. «Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». После этого и других подобных предупреждений Иисуса Христа человечество постоянно находилось в ожидании Второго Пришествия. Как мы знаем, эсхатологические настроения усиливались или ослабевали в зависимости от различных обстоятельств той или иной эпохи. Таинственные символы апокалипсиса всегда привлекали внимание верующих. В благослужении Великого Вторника повесть о кончине мира развертывается в грозную картину Страшного Суда, когда придет Сын Человеческий и все святые ангелы с ним. Перед концом истории, перед Всемирной Пасхой и таинственным восьмым днем Воскресения Христова наступит седьмого дня буря. Своя страстная для всего человечества неделя. Кончина мира и Страшный Суд. Поговорить о кончине мира, о книге «Апокалипсис», об апокалиптических знаках нашего времени мы пригласили в нашу студию отца Филиппа Ильишенко, кандидата исторических наук, и Марию Кузьмину, кандидата филологических наук. Отец Филипп, Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад, что вы сегодня с нами. Мы находимся в пространстве Страстной Седмицы. И вот уже Великий вторник. Я очень хорошо помню, отец Филипп, как два года назад мы с вами были в этой же студии. И примерно в это же время, мне кажется. Приблизительно в это же время вы как раз тогда выполняли свое служение, социальное, и как пастыря, как раз в больницах. И вот была особая команда при владыке Пантелимоне, люди, которые причащали больных. Она и сейчас действует, эта команда. Сейчас нам даны новые установки, ковидные госпиталя закрываются, но мы продолжаем к ним ездить. Но сейчас иная нужда появилась у тех, кто пострадал так или иначе в результате событий трагических, известно, раненые, и к ним тоже нужно попечение. И мы с вами находимся в таком пространстве мировой истории, когда мы понимаем, что тот мир, который многим казался якобы незыблемым, кто-то там вообще сказал, что конец истории, там ничего не изменится, и вдруг мы увидели, как история, она начала двигаться. Начала двигаться, причем люди, которые там жили в достаточно комфортных условиях, они этот комфорт потеряли. Мы видим разрушение. Мало того, мы впервые, вот люди заговорили, и все понимают, что этого точно не избежать. Голод в пространстве мира, он точно будет. Он точно будет. Мы не знаем его масштабы, но голод этот будет. И поэтому опять книга «Апокалипсис», книга Иоанна Богослова, она, конечно же, вновь стала предельно востребованной. И первый вопрос, который я хочу задать вам обоим, каждый ответит на него, как вы смотрите на то, что происходит в мире? Потому что некоторые, я вот знаю, у некоторых действительно преобладают этактологические вообще настроения, что все. А у некоторых, наоборот, говорит, признаете, какой-то нам Господь дает новый шанс. Знаете, мы начали с воспоминаний, и у меня тоже есть воспоминания, как тоже два года назад я сижу с нашими прихожанами, с певчими, регентами, как-то. И вот такая ковидопаника, кто-то разбежался, кто-то потерялся, кто-то служит при закрытых дверях совсем, кто-то совсем не служит. А вот мы служим эту старостную, светлую седмицу, и готовимся, на самом деле, служить. И вот меня так спрашивают, регент спрашивает, ну что, неужели это все? Я помню, что я начинаю цитировать свою любимую цитату из «Апокалипсиса». И вот произошло великое землетрясение, солнце стало мрачно, как лосиница, луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняют незрелый смог во свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, они, конечно, вперед, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещерах и в ущельях гор, и говорят, горам и камням падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, от гнева агонца. И вот этот момент два года назад, вот такой мысль, не скажу, что она не посетила, и казалось, что все, вот так и будет всегда, вот такая мысль пришла, и оказалось, что нет. И мы надеемся, именно находясь в пространстве Страстной Седмицы, мы надеемся, что это еще не конец, потому что впереди у нас воскресенье. Мария. Ну, что касается коронавируса, конечно, это было действительно потрясение для таких простых прихожан, какой являюсь я, когда действительно было ограничено хождение в храм, и страшно стало целовать иконы в какой-то степени. Ну, в общем, возникли какие-то, да, и у меня эти страхи возникали. И я потеряла своего духовника, который умер около года назад от коронавируса. Это отец Лев Семенов. И это для меня было большой потерей. Но, тем не менее, мысли о том, что это конец света, у меня не возникало никогда. Все-таки всегда была надежда на то, что это закончится, закончится в скором времени, что надо потерпеть, надо переждать. Я соглашусь именно с отцом Филиппом, потому что вот когда начался вот этот коронавирус, мы вдруг, весь ужас-то был в чем? Ну, как-то все страны приняли эти правила игры. И вот этот цифровой концлагерь, который, понятно, где-то маячил вдалеке, вот он как-то маячил все более и более, ну, как-то так реально, вот реально. Вот. И вдруг, когда правила игры так вот поменялись, вот мы лишний раз видим, что все планы Господь может разрушить. Вот у меня было такое впечатление. Хотя, с другой стороны, вот только что мы вспомнили всадников, всадников апокалипсиса. И вопрос к вам. Сколько у нас этих всадников? И зачем они в апокалипсисе появляются? Для чего? Ну, если мы сейчас начнем говорить об образах апокалипса, то мы будем говорить об этом бесконечно. Апокалипсис – вот так удивительно такая яркая книга, и наполненная этими образами. Их можно толковать и так, и сяк. Там и символичные числа, там здесь светильники, или чаши, или печати, их там равное число мы замечаем. Да, вот. Поэтому, наверное, так углубляться может быть как-то всадник болезни, всадник войны, всадник голода, всадник смерти, там и ад следовал за ним, да, всадники апокалипсиса такие. Что это такое? Что за этим стоит? И что туда провидец Иоанн Богослов вложил? Об этом целая наука существует. Но мы так обывательски можем по-простому сказать, что вообще каждой эпохе свойственно было, начиная с апостольских времен, если вы помните, там в посланиях они прямо об этом говорят, что вот уже скоро-скоро, в деяниях они спрашивают, когда же будет, спрашивают у Спасителя, являющегося им, и он им говорит, вам не надо знать ни дня, ни часа. Они ждали переход Спасителя, ждали уже конца времен. И времена шли и шли, и не кончались, и откровение Анны Богослова перешло. И поэтому каждая большую, большую, большую болезнь, какая-нибудь Великая Чума XIV века, или Большую Войну, или там какой-то мистика чисел, там конец семи тысячелетия, сотворение мира, семи тысяч лет, значит, это вот конец. 1492 год как раз, да, потому что опять тысяч 508 лет от сотворения мира до Рождества Христова, прибавляем 1492, и получается 7 тысяч лет. Вот, мы дожили до конца времен, конец времен не наступил, во всех случаях до сих пор. Ну, и здесь я вспоминаю, честно говоря, вот эту еще ветхозаветную историю про праведников, при которых город будет, город, страна, народ, очевидно, будет, вот 100 будет, пощадит, пощадишь, пощадишь, пощажу. Там вот 10 будет, пощадишь, пощадишь, а меньше, а меньше не искушай. Вот, видимо, 10 еще есть в мире праведников, но есть надежда. А вот тогда сразу вопрос, и отец Филипп, и к вам, и Мария к вам, потому что вот есть такая тоже одна из теорий, ну, разной тепени достоверности, что вот это ожидание, на самом деле, апокалипсиса, вот люди, которые вот его ждали, на самом деле, они духовно боролись. И поэтому там остались те праведники, ради которых, ради которых, в общем-то, Господь отодвигает сроки. Вот с вашей точки зрения, вот имеет право место быть подобная теория? Мне кажется, что среди тех людей, которые ждут близкого конца света, нужно выделять две группы. Собственно, одна, наверное, группа – это те люди, о которых вы говорили. Это те люди, которые ждут конца света не только в каких-то знамениях, там, в цифре 666, в конях апокалипсиса, там, в всяких эпидемиях и прочее, а которые просто знают о том, что близится и их кончина, и, собственно, после кончина каждого человека для него и наступает конец света дальше, он не участвует в делах этого мира. И вот эта вот близость апокалипсиса становится для них действительно стимулом для какого-то очень насыщенного духовного делания. И так было, кстати, и при приближении к 1492 году. И действительно, многие люди ходили в монастыри. Это был всплеск, в том числе, среди знатных людей, среди богатых людей. И происходило даже второе воцерковление многих русских людей. Это было, это действительно нужно воспринимать как положительный некоторый факт в истории русской духовности. Но если мы посмотрим на тех людей, которые сейчас напряжённо ищут каких-то признаков приближения конца света, то, мне кажется, здесь за этим кроется что-то нечто другое. Думаю, что за вот этими поисками бесконечного апокалипсиса кроется что-то такое чисто психологическое, как какая-то попытка почувствовать свою важность, значимость. И не имеет зачастую общего с духовными устремлениями. Поэтому здесь надо различать, мне кажется, две разные тенденции и по-разному к ним относиться. Согласны с подобной точкой зрения? И согласен. Я бы, Мария, позвольте, добавил ещё, что при всём притом мы каждый день, христиане православные, читая вечание молитвы, просим дать нам память смертную. То есть христианин к смерти готовится, просит о том, чтобы Господь помог ему не забыть о том, что его личная жизнь закончится и дальше будет что-то иное, какая-то вот за преградой смерти, за страшной преградой смерти что-то будет. И не дай Бог об этом забыть о том, что, во-первых, смерть придёт, каждому придёт, нет такого человека, который бы не умер. А во-вторых, то, что за этой смертью есть что-то ещё более важное, к чему наша жизнь нас должна готовить. И в этом смысле говорить об апокалипсисе о конце времён имеет значение не только как о каком-то модной теме какой-то, в каких-то, соответственно, настроенных кругах, но и как о понимании личной ответственности за то, что происходит. Моя личная ответственность в моих личных грехах, личных, не в том, что я знаю, кто виноват, не в том, что я найду этого виновата, не в том, что я за кого-то буду каяться в чём-то, в моих личных грехах. И мы знаем, что Господь в ответ на это покаяние, на такое личное покаяние многих людей, гнев свой отводил. И останавливались и эпидемии, прекращались и войны, прекращались и преодолевался голод, и не погибал до конца мир. Это тварный, удивительный, прекрасный, страшный. Ну, правильно, если можно вспомнить историю Ионы, пророка, вот самый классический пример, вот, пожалуйста, не Неви, а это столица Сирии, люди были очень серьёзные, очень решительные, воинственные, и они сумели покаяться, они сумели измениться. Господь их помиловал. Но мне очень понравилось, что вы оба поняли целый, вот вообще спектр очень интересных проблем. Вот. Во-первых, вот, с одной стороны, мы жили в таком обществе, где память смертная, она отодвинута. В традиционном обществе смерть, она всё время рядом, и вот эта память смертная, она всегда была с человеком. А в нашем обществе, наоборот, она максимально отодвинута. И поэтому, с одной стороны, разговор об апокалипсисе, о контине этого мира, это, безусловно, то, что, в общем-то, ну, как отец Филипп и правильно обратил на это внимание, это как бы, это полезно. Но самое главное, что мы должны знать и уметь. Сначала пожар, я должен начать молиться. Не стоять на коленях, спасать людей, конечно. Но при этом я должен молиться. Вот это надо не забыть. Случается какое-то бедствие, случается какая-то чрезвычайная ситуация. Я сейчас с курсов... Мы провели недавно курсы с помощниками спасателей. Да, это очень показательно, что вы какие-то курсы сейчас проводите. Да. В нашем университете, да, с городом Москвы, с фондом президентских грантов. Вот. Поэтому чрезвычайная ситуация произошла. Надо вот тут... Вот так делать искусственную вентиляцию легких, да, там, и так делать первопсихологическая помощь, оказывается. Вот такие способы там еще какой-то подготовки. Но надо молиться. Надо молиться. Вот это надо не забыть. И вот когда люди начинают молиться, тогда появляется шанс. Появляется шанс. Спаси жизнь. И свою, и чужую. Да. Остановить бедствие. Да, действительно, получается, классическая ситуация в нашествии монгол-татар. То есть можно будет там рассуждать, что где-то какие-то климатические изменения произошли, и они к нам пришли. А вот. А можно понять, это по нашим грехам. Вот Господь попустил, и если ты не изменишься, ничего ты, в общем-то, преодолеть не сможешь. И я, конечно, очень благодарен. Отец Филипп, потому что у нас очень много всяких полезных технологий, да, лавхаков нам рассказывают. Вы напомнили самое главное. Вот она, четкая иерархия. Вначале молитва, да, а потом мы должны сообща преодолевать. Но вначале это молитва. Ну, в острой фазе чрезвычайной ситуации молитва, она должна быть, как бы, это некий, как бы сказать, одновременно, и даже действовать, медлить нельзя. Но это действие включает в себя молитву. Начинается это действие. Ты молишься и действуешь, да, и тогда, как бы сказать, шансы твои, очевидно, повышаются. И я хотел бы, чтобы вы непосредственно обратились к нашим телезрителям вот в пространстве Великого Вторника. Того вторника, когда мы вспоминаем события Страшного Суда, когда слово «апокалипсис», оно, в общем-то, находится, в общем-то, где-то рядом с нами. Вокруг нас происходят события, и очень скоро эти события, ну, в той или иной степени, коснутся каждого из нас. Дорогие зрители, дорогие наши слушатели, хотел бы обратиться с таким размышлением. Вот такое есть не мной замеченное, конечно, наблюдение, что ли, что ад можно понимать как место, где нет любви. То есть Бог есть любовь, вот там нету Бога, вот это ужасное состояние. И есть ли у нас любовь, живем ли мы с Богом, находимся ли мы в аду, лишившись, отказавшись от этой, от этого, от этой любви, от Бога? Находимся ли мы таким образом, вот в этом ужасе, грозных явлениях, знамениях, проявлениях, изложенных с такой удивительной силой в откровении апостола-ангелиста, и она богослова. Это зависит, начинается, это зависит от нас, это зависит от того, что происходит в нашем сердце, внутреннем сердце, живем ли мы с Богом. И когда, как не в пространстве Страстной Седмицы, в эти удивительные, такие, может быть, где-то тихие, где-то очень грозные, страшные дни, об этом не задуматься. Я очень надеюсь, желаю нам быть со Христом в эти дни. Если мы будем со Христом, то в какую бы эпоху мы ни жили, конец времен, или страшные события Апокалипсиса, грозные события Апокалипсиса, если мы со Христом, мы можем здесь, на Земле, эту награду получать в светлом Христовом воскресении, вот в эти дни, проведя их вместе со Христом, его страданиях, его смерти, у его гроба, и, наконец, в его воскресение. Поскольку мы уже поняли, что Апокалипсис, это, как уже говорил отец Филипп, Господь, возносясь на небесах во книге Деяний. Он говорит, несть ваше, разумеете, временное лето, ежо готовый отец по замыслу своему. Вот личный Апокалипсис, смерть, придет к нам гораздо раньше, нежели наступит конец света. Соответственно, мысли Апокалипсиса, это мысли о нашей смерти. Поэтому это тоже важно, готовиться к смерти, и воспитывать себе правильное отношение к смерти и память об умерших. И недаром во время поста столько раз были родительские субботы, когда мы молились, и это тоже недаром. Одно связано с другим. И еще хотелось бы сказать, что вот это вот ожидание смерти, которое было, ожидание конца света, которое было в 1492 году, оно ведь тоже напрямую, как мне кажется, может быть связано и с татаро-монгольским игом, которое очень сильно поменяло не только менталитет русских людей, но и тип религиозности. Если вначале религиозность Киевской Руси была такая светлая, возвышенная, воздушная, была радость о приятии веры, то именно вот эти эсхатологические покаянные мотивы, они посещают русских людей тогда, когда, казалось бы, татаро-монгольское иго уже ушло в прошлое, но опыт этот остался, и он показал, что обязательно нужно каяться, помнить о части смертном и никогда не забывать об ответственности за свои грехи. Редактор субтитров А.Семкин